Всем привет! Сегодня начинается квалификация в 14-й Зинам-Стар серии, в честь чего мы подготовили для вас серию интервью и нашим сегодняшним гостем станет игрок команды Кузьгейминг. Привет, Владислав! Давай начнем с того, что ты нам рассказываешь о том, как твои дела, как твое настроение и как дела у твоей команды. Здравствуйте! У меня настроение хорошее, у команды тоже вроде более-менее все. Играли недавно турниры, но у нас небольшие замены и мы как бы сыгрываемся еще. Не до конца сыгрались, как можно сказать. Сыгрываемся, пытаемся найти более подходящие стратегии, подходящие места для своих тиммейтов на карте и так далее. Хорошо, расскажи нам, пожалуйста, о том, как вы собрались с командой, потому что первое место в своем серии без единого поражения, вот как так получилось? Как бы мы сформировались, долго формировались на самом деле. Мы меняли состав долго, но вот нашли более подходящих людей, которые более сыгранные. У нас было два человека, это флейнер и капитанов у нас был, ну, пикер-пикер был до этого. Потом мы как бы пришлось их убрать, но мы выиграли с ними только потому, что у нас очень было сыграно все. Мы играли вместе около двух месяцев и то есть мы знали, что соперников в семи серии достаточно слабые, ну как слабые, для нас слабые. Так-то они тоже бывают сыграны, но мы именно, то что у нас очень много стратегий было сыграно настолько, что мы все узнали до автоматизма и как бы уже против нас начали это банить, но мы нашли новое что-то и как бы нас никто ничего не смог перехитрить, так можно сказать. Все. Поэтому мы ни одной не проиграли игры. Все было слишком сыграно. Ты, я так понимаю, уже должен был видеть сетку этого турнира и вот скажи нам, пожалуйста, ты вообще доволен результатом жеребьевки и кого вы вообще в принципе опасаетесь на этом турнире? Ну, больше скорее всего на самом деле Энза. Опасаться Энзу мне вообще не нравится. Мы последний раз с ними играли, они очень сильные ребята, прям очень уж сильные. Мы проиграли, да, но будем готовиться к ним и как бы попробуем что-то противопоставить. Еще у нас кто-то говорил там, еще какой-то состав, но я это честно не помню. Но вот Энза, мне кажется, самый сильный прецедент из остальных, которые остались. Вот самая Энза сильная. Больше там я. Не уж таких. А как ты относишься к команде Гроф, которая сражалась с вами в финале семи-серии и сейчас участвует в этом турнире? И в принципе, как ты оцениваешь их шансы на выход в финал хотя бы или полуфинал? Ну, Гроф, не хочу их обидеть, конечно, но вот когда сетка на Старладере делалась в семи-серии, на самом деле в верхней сетке были команды намного сильнее. То есть были коллективы, которые я их знаю и которые намного были сильнее Грофа. То есть поэтому, ну Гроф, конечно, тоже молодцы, что они нашли до финала, но верхние сетки были сильнее. Они отжали у нас одну карту, но до этого, до игры были первые по 18 минут, так что соперник вроде не самый сильный. Как вы подготавливались к этой квалификации? Тренировки, турниры? Тренировались мы, как сказать, у нас были ККВшки, но такие, не с самыми знаменитыми командами. Это были валенки черные, еще какие-то, но в основном мы сейчас играли турнир про стейдж. И вот ESL и Nvidia Cup играли мы. Там на ESL были проблемы какие-то, мы сыграли первый тур, и как бы должны были следующий тур играть против Elements Pro Gaming. Ну, у них другой состав сейчас, Blow Your Brain. И там отменили по техническим причинам, а про стейдж мы там поиграли что-то, пытались какие-то очень сильные стратегии придумать. В итоге проиграли пару игр, и там четвертое место заняли на про стейдж. Очень слабый для нас, на самом деле, результат, но мы не ожидали такого, но не повезло. Продота выиграла тот турнир. Вот так мы тренировались, там турнир был около недели, и вот ESL планировали тоже поиграть. Так что мы этот состав собрали вот неделю, вот мы будем готовиться в основном к Энзе на Старладере. Как ты считаешь, какие у вас шансы на выход с финала, в принципе, в Старс серию? На самом деле, высокие, я хочу попробовать, Старс серию в ОБС. Так что я вижу просто соперника Энза и еще одна команда, которую я не помню, кто мне сказал. Какой-то коллектив, надо сетку еще раз посмотреть, посмотреть, у меня что-то... Надо главная Энза пройти, у нас вот эта задача. Все. А так что у нас высокие шансы, на самом деле. Раскрыным, а вы что-то подготавливали интересного на этот турнир? Да, да, да. У нас есть интересные чуть-чуть наработки, но... Хочу, конечно, открывать, но у нас есть интересные. Мы пробовали, если как раз. Я так понимаю, что мы уже ближе к матчу с Энзо увидим, эти самые заготовки. Энзо, конечно, конечно, с Энзо, конечно, с Энзо. Нет, у нас еще есть старые наработки, прям очень старые, через Испан, их уже, наверное, все вообще изучили. У нас в каждой игре мы заходим, кто нас знает, вот Вис первый банк, просто нам не дают даже сыграть. Мы на нем очень красиво играем, но нам не дают на нем сыграть. Кому бы ты хотел передать приветы или пожелания напоследок? Конечно, в своей команде Газгейминг-организация, привет. Спасибо тебе, Владислав, что выделил на минутку и ответил на вопросы. На этом наше интервью потихоньку подходит к концу. Не забывайте про наши социальные сети. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok